Участники футбольного чемпионата Беларуси включились в режим двух туров в неделю. Накануне стартовал восьмой тур, в рамках которого действующий чемпион потерпел первое в сезоне поражение. Кроме того, в столице встретились два «Динамо». Подробности белосинего спора в нашем следующем сюжете. Несмотря на дружеские отношения фанатов Минского и Брестского «Динамо», о мирном раскладе в противостоянии двух клубов в очередном матче чемпионата речи быть не могло. Столичные футболисты после обидного вылета из Кубка страны как раз в противостоянии с Брещанами жаждали реванша. К тому же команде Сергея Гуренко нужно было доказывать, что их яркое победное выступление в матче с Минском случайным не было. Игрокам из города Натбугом особой мотивации искать уже давно не нужно. Несмотря на амбициозное предсезонное заявление, дружина Владимира Журавля пока даже не входит в верхнюю десятку в турнирной таблице и, несомненно, полна желания дать ответ всем злопыхателям. Старт воскресного матча лучше удался хозяевам столичного стадиона «Трактор». Уже на 12-й минуте минчане ввели благодаря точному удару «Сороки». Сушить игру хозяева не стали, но активно атакующие гости заставили их действовать с оглядкой на свои ворота. К концу матча атаки Брещан становились все более опасными в действиях минчан, в том числе и у вратаря, стало появляться больше брака. На самом флажке гости могли все-таки отвоевать ничью, но точность раз за разом подводила приезжих футболистов. В итоге Минская «Динамо» празднует победу 1-0. Это же футбол, поэтому под каждого соперника будем по-разному играть. Это же нормально. Понимаете, есть игра, когда нравится болельщикам, а есть игра, когда надо выиграть. Главное, что три очка мы получили. Остальные результаты воскресных матчей перед вами. В Слуцке местный клуб оставил без очков Батэ и сравнялся с борисовчанами в турнирной таблице. Сегодня в рамках восьмого тура пройдет и еще четыре матча.